всем добрый вечер у нас сейчас 7 часов вечера у нас еще до сих пор 15 марта и мы выехали из дома на 100 конец таки выезжаем из дома куда едем не знаю наверно мы поехали гулять куда-нибудь на сегодня дождь целый день просто не прекращался но уже к вечеру мы не вынесли этого сиденья дома вот и решили все таки куда-то поехать у нас до сих пор там молния не айт так мы приехали в магазин макс 20 который называется вот тут полно людей полно народа потому что скоро будет у нас праздник будет праздник курим все переодеваются на этот праздник это наклеивать можно на стенку наклеивать да вот праздник курим все переодеваются дети взрослые а не так они мне не дают два слова сказали вот курим все короче продевается это что-то такое Такое похоже, как праздник Хэллоуин в Америке, вот, ну, не только в Америке, но это немножечко другое, потому что праздник Хэллоуин это как будто праздник нечисти и всё такое. Здесь нет, это более такие, более нормальные костюмы, то всякие спейдермены, супермены, всякие принцессы и так далее. Короче, вот так, более безобидно, если можно так сказать. Да, ещё не сказала, что это праздник. Порим это праздник, когда можно шалить, беситься и делать всё, что хочется, и можно пить, пить, пить вино. Даже евреи, которые, они датишны, это верующие евреи, очень верующие, позволяют себе лишнее. И тут всё изменили. Добавилась одежда для маленьких детей. Прикольно, кстати. Мне нужен, как он, вот это вот называется, сучка? Ролл, ролл. Мне нужен, я хочу покрасить комнату. Детскую комнату и свою комнату, там, где я работаю. Сейчас 110 шекелей возьму. Это маленькие, там маленькие они, идёт кисточка. Маленькие мне не нужен, мне нужен большой. Так, всякие штучки для игрушки для собачек. Белли мы покупали, сколько она ими не играется, она всё равно. Если спускается вниз, то она портит наши тапки. Грызёт тапки и туфли, и кроссовки, и вообще. А игрушки, со своими игрушками не играется, которые мы ей покупаем. Так, тут всё пластиковое. Тарелки, стаканы, ложки, вилки и так далее. Всякие разные подносы. Это, кстати, мокрые салфетки в таких ведрах. Кстати, очень удобно. Так, что мне здесь нужно? Я, наверное, возьму такие вот одноразовые формочки. Потому что в этом магазине они дешевле, чем в других. Так, я ещё хотела здесь есть хорошие, большие, очень крепкие пакеты для мусора. Сейчас я буду искать. Я нашла пакеты для мусора, но это не то, что я хотела совершенно. Нету больших. Так, здесь кухонные всякие принадлежности. Стаканы. Что такое? Что, всё-таки хочешь эту взять, штучку? Хочешь взять штучку эту? Ну, лучше, чем у нас. Ну, бери, ладно. Я хочу для чая. Такой, вот как у нас в России был коглюшочек такой, знаете, как вам объяснить. Как ложечка с дырочками заваривать чай. Хочу такое, что-то типа такого найти. Потому что я купила зелёный чай на развес. И мне нужно как-то высовывать. Так что это, типа наподобие такого, только немножечко меньше. Знаете, типа ситечка такого вот. Ну, чтобы было меньше. Потому что это, наверное, скорее всего для муки, для сахарной пудры, для какао. А мне нужно для чая. Ничего такого нету. Я не вижу, чтобы такое что-то было. Тут тоже. О, ну, в принципе, можно вот эту штучку взять. Да, вот эту. Три шекеля стоит. Меньше доллара, кстати. Доллар это 3.6. А это три шекеля. Меньше доллара. Возьму, короче, такую. Если я найду что-то получше, то возьму. Поменяю потом. Так, куплю, наверное, маленькие чайные ложечки. Потому что у нас вечно проблемы с чайными ложками. Мы их нечаянно выбрасываем в мусорное ведро. Особенно пацаны, когда не едят йогурт. И вот так, знаете, не обращают внимания. Выкидывают вместе с баночкой из-под йогурта. И вместе с ложкой это просто выкидывают. Вот и все. Так. Что еще здесь интересное? Кастрюли мне не нужны. Носочки есть, можно пацанам выбрать. Носочки. Носочки тоже лишними никогда не будут. Какими покупать? Сейчас буду смотреть, выбирать. В принципе, я уже все купила. То, что мне было нужно. Всякие разные подставочки для льда. Вот такие вот формочки есть для бумаги. Вот это, кстати, прикольно. Для туалетной. Не для туалетной, а для бумаги. Для кухни именно. Очень удобно. Леечки всякие. Мне нужно еще купить корзинку для белья. Потому что моя поломалась. Сейчас посмотрим какую-нибудь корзиночку. 35 шекель. В принципе, в принципе, нормально. Чуть-чуть побольше. 40 шекелей. Вот такая вот, как у меня, по-моему, практически. Сколько это стоит? Ну, это большая, чересчур. Прям мне так не надо. Большую прям такую. Вот это вот прикольненькое. 40 шекелей. Вот такая вот корзиночка. Как думаете? Классненькое. Для белья мне вот. Видишь, эти белье нужна корзинка. Я возьму. Потому что там мне поломалось. Видела своих пацанов. Тут они в шеке с антистрессой. Что там еще? Дай я посмотрю. Вон такие еще шкучки. Это самые классные. И нашел такую. Даниэль, нажми на тот. Вот эту? Класс. Погласно. Тут их тоже вкусно. Так, мы уже дома. Купили еще такой салок большой. Поменьше не было. Какой был? Такой муж купил, кстати. Купили еще, что я не показывала. Это я показывала. Ложки я взяла. Купила лопаточку силиконовую. Пацаны здесь бесятся. Устроили ринг боксерский. И купила вешалки. Мне нужны вешалки. Вешалки. Сколько тут штучек? Раз, два, три, четыре, пять. Пять вешалок. Пять шекелей. Шесть шекелей. Пять девяносто. Я сейчас хочу себе сделать чаек ромашковый. Поставила чайничек. Ложала от пацанов в их комнату. Они там дерутся. А я, может, сейчас что-нибудь посмотрю на компьютере. Попью ромашковый чай. Та-дам. Та-дам. Давно не смотрела ничего через компьютер. Сейчас, может, что-нибудь посмотрю. Так мне нравится вот это вот. Сейчас вспомню, как это на русском называется. Я скажу. Клавиатура. Вот. Прошло и полгода. Я уже вспомнила. Ну и на этом буду заканчивать свой влог. Надеюсь, что завтра будет интереснее, потому что будет погода более благоприятная для съемок и вообще для выхода из дома. Ну, все. Спокойной ночи. Всем спокойной ночи. Всем пока-пока. Всем до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok